Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Бухозавра, очень давно здесь я не был, но тем не менее задания рейдеров выполнились, понемножечку, помаленечку, по зернышку, по семечку, все выполнилось, в принципе критерием стало то, что мы залутали здесь дискету и задания сами пошли по себе, то есть остальные выполнились на изи. Я всегда советую ребят, берите задания рейдеров, пускай все стоят понемножечку, оно само по себе выполнится, шанс найти детали, короче, восстановление энергии, опыт, это, пожалуй, мне сегодня не нужно, мы нажимаем завершить, я могу теперь наслаждаться рейдом даже с аккаунта Бухозавра. Сейчас мы берем ребят чоппер, который должен у нас по идее быть, да, он по идее и остается у нас пустым, выезжаем на глобальную карту и будем пробовать сейчас рейдить, почему бы не записать рейд, если он есть, тем более оказался практически на шару. Так, показать, показать, это лоу ставил, лоу или лю ставил, но я не знаю, как правильно, как говорится, всегда говорю, что я не знаю, как правильно читается этот ник, но мы отправляемся именно туда. Фух, загрузочка пошла, я думаю, что с таким ником база должна быть более чем крутая. Так, приближаемся сразу, в пикапе есть ключики, они очень бывают, кстати, везде, нифига себе, это деревянная простая база, как-то я немножечко огорчен, почему же, почему, ему так нравится, ему, получается, что мы попали на простущую, простейшую, просто, да не могу, базу. Бабах, сходу сломал, ну, я даже не знаю, насколько это все будет у нас сурово, смогу ли я здесь найти хоть что-то, ну, и надеюсь, что вообще рейд осуществит мечту рейдера, то есть, хоть что-то мы найдем ценного. Мачета сходу, потому что в СС на таком рейде как-то тратить будет даже жалко, что ли, дай мачета, ну, в принципе, броню сейчас я уничтожаю, жалко тоже, конечно, ну, что сделать, что сделано, как говорится, что сделано, то сделано, муравьи глаза приделаны, и мы сейчас будем забирать все, что здесь есть, нужно забрать максимально все. Вот такие рейды тоже должны быть. Первый ящик, я так понимаю, брать нужно все. Первый ящик, топор, нормально, гвозди, да, я думал, будет похуже, если честно, думал, будет хуже. Блоки, известняк, это все для постройки дальнейшей базы. Блин, этот рейд просто на 5 минут, здесь больше нечего брать, я так понимаю, даже бензин, ну, ткань можно будет, за ткань заберем, ну, изоленту заберем. Ну, я, в принципе, постоянно изоленту. О, ну, аптечки-то уже что-то. Нам нужно вложить все в чоппер, сейчас, конечно, я вят зачек, а что здесь? Ага, то есть по огнестрелу вообще ничего, то есть туговато, со всей силы. Эта база показала нам, что мечтай-мечтай, а огнестрела все равно не получишь. Ну, я давайте справлюсь со всеми зомби, которые здесь есть. И будем, ребят, со всей силы пробовать, ой-ой-ой-ой, пробовать что-то здесь забирать, выбирать, какой-то лут более крутой, какой-то лут менее крутой. Все это мы отсортируем, заберем, увезем, ничего не оставим. Прикольно было бы, чтобы я слился об колюшку, это была бы жесть, ребят. И так база, конечно, шикарная, за гранью шикарности. Ну, самое главное, что хоть заряды С4 сэкономил, что ли. Может быть, пройдусь по базе, найду что-то? Ну, как так-то? У меня один раз было за всю историю игры в ЛАЗД, когда я уже зарейдил базу, развалил там все. У меня там, блин, 60 чем-то шума и уже брать реально нечего. Я думаю, ну-ка пройдусь и нашел вверху достроечку, где 4 ящика и мегалодонский крутой лут. ВСС, миниганы и даже СКР, ФНСКАР даже нашел. Ну, тогда я был более чем доволен. Знаете, как расстроился плохим рейдом, ну а потом сразу вот так вот держи полной карманы. А птички возьмем, почему бы и нет. Мачета, в принципе, уже может и не пригодиться. Она уже до такой степени надбита, что ее можно оставить здесь. Пускай парень радуется. У него вообще оружия нету, это просто жизнь. Есть ли смысл возвращаться на подобные базы? То есть, я бы возвращаться буду, наверное, буду. Молоток, как говорится, известняк, блоки, заберу воду, почему бы и нет. Да, в принципе, наверное, все-таки за любую халяву нужно возвращаться. Сейчас я быстренько сольюсь об Коле и вернемся сюда еще разок. Почему бы и нет. Я думаю, что от халявы никто не отказался. Тем более, рейды не такие уж частые. Ну, как минимум, нужно потратить немного времени, чтобы добыть рейд. Мы сейчас быстренько выложим, где наш чоппер-чоппер. Ты могуч, ты гоняешь ста и туч. Обязательно я тебя сейчас... Да, ребят, бывают и такие рейды, конечно же. Но расстраиваться никогда не нужно. Надеюсь, что когда-нибудь попадет вам хороший лут. Да, у меня тут вот бы за рейд такую базу, как у меня, я бы, блин, вот бы плакал, да? Почему я не могу забрать все? Хочу забрать все. Все вроде. Теперь я могу, ребят, спокойно выезжать на повторный до рейд. Ну, как бы чоппер у нас пустой. Ну, угрозы нападения немного есть. Может быть, нас за рейдят, ответочку получим. Знаете, многие думают, блин, знаешь, что там стен нету туда-сюда. Я тоже думаю, часто задумываюсь построить кучу стен. Но это же очень-очень много времени на фарм ресурсов. Короче, ребята, что хотел сказать. Сейчас мы забираем все, что здесь есть. В надежде на то, что меня также за рейдят, мне нужно обязательно, ребят, контентик. То есть, антирейдик это и есть контент. Сейчас мы забираем все, что у нас тут накопилось, как бы вот так сказать. Так, оделся, переоделся. Отлично. Вообще, вот эти тактические рюкзаки. Это сверх шикарный рюкзак. И в нем можно вообще переносить в мегалодонский много лута. Так, чоппер. Красные талоны, там блоки. Это все я заберу и, может быть, даже построю парочку стен. Хотя, не знаю, от чего они меня спасут. Кроме железных стен, я думаю, ничего не спасет нашу базу. Хотя, можно построить, знаете, каждый ящик в отдельной стене. То есть, в отдельном квадратике. Это будет жесть. Это будет просто страшный сон любого рейдера. Наверное, водичку я заберу. Бывает, время от времени у меня проблемы даже с водой. Ну, вроде все. Здесь больше заглядывай, не заглядывай. Здесь больше ничего не возьмешь вообще. Остается у нас, остается у нас. Ну, тут тоже. Только заделиться с рейдерами. Ну, отправляемся на базу. Будем делиться. Как говорится, нужно делиться. Потому, что в следующий раз рейдеры могут обидеться и не поделиться с нами хорошим лутом. Блин, вот привал дороги. Я думаю, даже с привала у дороги было бы намного больше лута крутого лута. Именно докажу, что крутого лута, чем, например, с этого рейда. Как минимум, какой-то огнестрелечек с глушителем. Ну, вообще, огнестрелечек. Какой-то набитый шмотик. Ну, и немножечко ресурсиков. Так. Ага. Что мы видим? Доски. Похоже на правду. А что же вам дать-то такое? Как-то жалко, что ли, всего? Хоть и такое оно редкое, но и этого жалко. Давай бобы возьмешь. Я не знаю, сколько тебе бобов дать. Семь бобов банок. Да дай мне хоть одну нуту жадина, но... О, нормально, нереально. Можешь ведь, когда хочешь. Это вы, ребят, можете, когда хотите. В этот раз вообще ничего не хотели. И базу мне вообще плохую-то подогнали, ребят. Ну что. Надеюсь, вам понравилось это видео. Хоть немножечко поддержите этот видосик лайком. Подписочка, если, конечно, первый раз на канале. Ну и комментарии, ребят. Постараюсь каждому ответить. Всем удачи. Всем пока-пока. И увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok